Привет! В этом видео я хочу вам рассказать про свои продукты, которые закончились уже у меня, заканчиваются. Меня попросили это видео сделать, но я в принципе и сама хотела его сделать, но к сожалению недавно я забыла про это видео, и поэтому выбросила множество своих этих всех баночек-скряночек, потому что они мне мешали. Но то, что осталось, я сложила вот сюда, и отсюда я буду вам доставать и показывать, и уже говорить, понравилось это мне или нет. Значит, первое мы достаем из этого пакетика вот такая вот маска L-CF, вот так вот она, наверное, читается, никогда не могла правильно произносить это. Значит, она пахнет очень хорошо, вот у меня чуть-чуть ее еще на один раз осталось буквально. Значит, я ей пользовалась в основном как бальзам, когда у меня заканчивался бальзам, я ей пользовалась вот как бальзам, маска, как бальзам, вот она отличная, но как маска, конечно, она не дотягивает вот до маски, брать во второй раз ее не буду. Следующее, это вот такой вот демакиянт, демакияж для глаз и лица от Институт Арно. Я вам показывала, так как он мне очень понравился из-за этой помпы. Именно буду в эту баночку что-нибудь другое наливать, наверное, розовую воду, потому что, воду вернее, потому что подходит как раз цвет. Значит, второй раз покупать не буду, потому что запах не понравился. Но очень понравился вот именно тот, кто не так восприимчив к всем этим запахам, значит, и тот, кто любит одним средством смать и глаза, и лицо, вот очень советую, потому что действительно очень-очень хорошая смылочка. Но если бы еще не этот запах, не эта отдушка для меня приторная, вот, поэтому вот сейчас я в основном глаза ей смываю, вот капелька-капелька осталась еще там тоже на один раз. Значит, а вот как для глаз, может быть, я еще и куплю когда-то, но как для лица нет. Значит, следующее, вот такой вот лосьон, значит, у меня такая привычка, когда у меня какое-то средство мне не нравится, вот, но я обязательно захочу его еще во второй, в третий раз попробовать, чтобы окончательно убедиться, и тем самым я могу убить свои волосы или свое лицо. Поэтому у меня такая привычка, я беру эту баночку и выкидываю. В этот раз я просто для того, чтобы показать вам, вот, я вылила отсюда все, чтобы больше мне пользоваться, чтобы оно меня не заманивало к себе, вот, и, значит, именно как, тут запах тоже, это отдушка или не отдушка, я не знаю, честно говоря, я не сильно знаю, с чем это косметика, аптека Шеллер, она у нас продается и в магазинах, и в аптеках, именно это я покупала в аптеке, вот. Вот, это с грейпфрутом для жирной комбинированной кожи, то есть отдушка эта очень-очень сильная была, вот, и, в принципе, эффекта ни хорошего, ни плохого я от него не заметила, вот, во второй раз точно брать не буду, но очень понравилась сама баночка, вот, она именно стеклянная, она не такая вот пластмассовая, как эти. Вот такая вот, значит, точно так же я вылила, поступила со средством Глискур против сечения волос, это спрей, наверное, он всем известный, просто я его уже выбросила, вот, значит, чтобы не портить свои волосы, потому что, знаете, как я хожу-хожу-хожу, хоп, увидела этот спрей и там набрызгалась, потом волосы, он, я заметила, что он все-таки подсушивает волосы, и чтобы он мне лишний раз не маячил перед глазами, я сначала его вылила, а потом я его выкинула, как бы полную баночку мне жалко выкидывать, ну, там не полная она была, ну, вот, где-то столько оставалось еще, вот, а пустую уже не жалко. Дальше, во второй раз тоже я не куплю, хотя вот хотела у вас еще попросить, может, кто-то пользовался, сейчас обновленные вот эти все спреи вышли, там они с сывороткой, и хотела у вас попросить, может, кто-то пользовался этим спреем с сывороткой, я посмотрела там такой же практически состав, как и у предыдущего спрея, как у меня был, но добавились еще парабены ко всему набору, вот, но если он хороший, не сушит волосы, пожалуйста, напишите, и не жирнит, главное, вот, особенно меня интересует из серии «Шик Кашемир». Значит, дальше, вот такой вот я брала гель для душа, вот такой вот, значит, у меня это гель в масле для душа, ваниль и сливки, питательно увлажняющий, запах до такой степени приятный, вот, приятнее запаха ванили и вот сливок, я еще, честно говоря, не встречала, просто обалденная штука, но я ее купила в Украине, здесь у нас, к сожалению, нигде не могу найти ее, вот, поэтому, когда я буду в Украине, я, наверное, коробку себе такие привезу, вот, в общем, такой запах обалденный, там у них еще есть и клубника, и шоколад, тоже запахи обалденные, но на ней было написано, что они там против целлюлита, или что-то типа такого, я как бы, ну, я себе не взяла против целлюлита, вот, но вот этот запах, это просто шикарнейший, и вообще, вот, все, что я там нюхала, из вот этой серии, мне безумно понравилось, я же говорю, как поеду туда, я сразу стабильно коробку беру, вот, этого всего. Дальше, я сдергла здесь наклеечку, ну, вот, видно, что это Шварцкопф Профэйшнл, это бальзам для волос, эликсир быстрого расчесывания, без задушек, без парабенов, без силиконов, отличное средство, мне очень-очень оно понравилось, и, возможно, даже я куплю его и во второй раз, потому что, как бы, я нахожусь до сих пор в поиске какого-то хорошего бальзама, тоже, если вы знаете, посоветуйте мне, пожалуйста, потому что все время покупаю разные, никак не могу определиться, вот, но, возможно, этот куплю, тут такой у него противненький, конечно, запах, но, когда на волосах, он вообще не чувствуется, я боялась, что, когда вот первый раз купила, то, что эта отдушка будет слышна на волосах, но запах, вот, травяной, неприятный, вот, но, когда помыла, вообще никакого запаха не было, этим понравился, и волосы очень легко распутывал, то есть, очень хорошо, очень понравилось, значит, закончилась у меня такая смывка для глаз, двухфазная смывка для глаз, для снятия макияжа, значит, понравилась, как в основном, вся косметика от Матис для глазамина, не жирнит век, хорошо снимает макияж, буквально одним движением можно снять, не надо ничего растягивать, и за такую цену, в принципе, как бы, мне кажется, не хуже, чем люксовые какие-то марки для снятия макияжа с глаза, стоят в два раза дешевле, вот, очень-очень понравился он мне, давайте я вот так еще раз покажу его, вот такой вот, дальше, опять Матис, опять для глаз, сказала, что люблю эту косметику, и хочу сказать, что во второй раз обязательно его куплю, даже, возможно, сейчас, значит, еще одно средство для глаз, это гель от темных кругов и отеков под глазами, покупала на лето, и вот сейчас тут еще капелька у меня осталась, тут вот он в такой помпе, очень нравится, не сушил, на лето вот эта легкая текстура, я его ложила в холодильник, и потом под глаза наносила, отличное средство, очень-очень понравилось, против темных кругов и отеков, мне кажется, он очень-очень мне помог, потому что в течение лета вообще не было у меня никаких вот таких вот проблем с глазами, куплю во второй раз, на следующее лето обязательно, потому что на зиму, как бы, сильная легкая текстура, но у них есть точно такой же крем, поэтому можно купить крем, не знаю, подумаю, может, куплю. Дальше, это декоративная косметика, у меня заканчивается вот такой вот тональный крем, там еще чуть-чуть осталось, но он уже подходит к концу, тональный крем Виши Аэротен, значит, номер 12 у меня опал, он не комендогенный, у него легкая текстура, он не сушит кожу, например, как есть Аэротон, но для жирной кожи, вот тот он сушит мою лично кожу, я не знаю, может, для жирной он действительно подходит, вот такой вот он, он с розовинкой, сразу говорю, вот, но так как у меня более желтое лицо, для меня это не проблема, мне наоборот надо выбирать текстуры более с розовым, вот так он растушевывается, конечно, он плотнее, чем мой любимый Живанши, но в принципе тоже хороший, и сейчас вышла обновленная такая серия, я покупала его 9 месяцев где-то назад, вот, сейчас вышла обновленная серия вот этого, и сейчас думаю, об взять на зиму или не взять, но меня пока что Живанши устраивает, вот он сейчас у меня на лице, и как бы мне он очень нравится, и не знаю, если буду менять пока что. Дальше это вся декоративная косметика, у меня, в общем, здесь туши, как я говорила, у меня многие закончились, а некоторые просто как бы подсохли уже, вот поэтому тоже не пользуюсь. Это вот такая вот Volume Glamour от Bourjois, это вторая тушь после Клабинга, которую сейчас на липроизводство мне нравится, у нее безумно нежная текстура, вот чем она мне понравилась, вот даже когда я достаю ее сейчас, вот просто такая нежность чувствуется от этой кисточки, вот этим она мне очень понравилась, но так как ей уже больше 3 месяцев, я не пользуюсь ей, вот, хотя тут немножко, вот как видите, когда достаю, тут немножко вот есть еще, осталась она. Значит, вполне возможно, что куплю во второй раз, и она вот подходит для очень чувствительных глаз, в принципе, мне она очень-очень понравилась, после Клабинга мне вообще никакие туши больше в Bourjois не нравятся, особенно лайнер там есть, это вообще для меня ужас, тушь, вот, но это очень понравилось. Maybelline вот такая вот, я ей так до конца не допользовалась, ей тоже уже около полгода, потому что покупала я ее, когда она только вышла. Вот такая эффект накладных ресниц, черная, в принципе, я ей, хотя нет, я ее уже практически допользовала, потому что очень мало на кисточке. Вот, в принципе, так ничего, нормальная тушь, мне понравилась, но во второй раз я ее не куплю. Вот такая вот. Дальше это бью вот этот лайнер, который в виде такого карандаша, потому что он твердый, вот этот кончик у него твердый, видите, толстенький, маленький. Я уже вам о нем говорила, это ужас, это печет так, щитит глаза, что у меня аж слезы, у меня такое раздражение на глазах от него, что это кошмар какой-то. Дальше подводка от Нубы, вот такой вот цвет у нее просто потрясающий, очень нравится, номер 12, хотя у них там, знаете, вообще много очень цветов, таких очень-очень красивых, у меня есть еще сиреневый очень красивый цвет, и в этом году лимитка у них была тоже там три цвета, были бирюзовый, сиреневый и еще какой-то цвет, не помню. Вот такой вот цвет, очень красивый, но ей уже тоже больше шести месяцев, поэтому больше не пользуюсь ей, и тут кисточка уже, видите, такая она распалась чего-то. Дальше. В принципе, возможно, даже куплю еще вторую, потому что мне понравилось, ей очень легко проводить линию вот для новичков, именно, она такая прям кремовая, не то, что она жидкая, которая сразу растекется, она очень кремовая, и вот когда наносишь ее, очень легко проводить линию, просто очень-очень легко. Art Deco Deep Black Mascara, значит, она давно у меня закончилась, но тоже ее показываю, я ее храню, чтобы не было потом вопроса, почему она у меня лежит по полгода, вот, я вам сразу скажу, потому что мне нравится кисточка, я иногда, вот, допустим, ланком я ей разделяю, когда у меня тушь вот еще не подсохла, как я про ланком рассказывала, я вот разделяю этой кисточкой, безумно понравилась эта тушь, но один минус в ней, что она, значит, она на пудровой основе, поэтому она осыпается немного в течение дня, и надо смотреть, поправлять макияж все-таки, вот, но ресницы с ней безумно длинные, безумно красивые, это вот такая Art Deco Deep Black, самая большая, мне вот эта из тех тушей Art Deco, что я пробовала, мне вот эта больше всего понравилась, хотя есть и All in One такая хваленная в семе, но мне она не подошла, значит, вот такая вот тушь Givenchy, Phenomenon Eyes, это знаменитая тоже тушь, с таким вот шариком, которому я так и не смогла приспособиться, вот, красила я исключительно нижние ресницы, потому что очень удобно, а верхние, они у меня все в разные стороны торчали, мне не нравился этот эффект, вот, не куплю во второй раз, а эту тушь, возможно, даже куплю. Так, дальше.